Я привела будущих конкурентов и хотела бы, глядя на ваш такой великолепный внешний вид, такое богатырское здоровье, спросить у вас, у всех лично, у четверых. Попросила бы ответить лично каждого, курите ли вы? Я так понимаю, что это относится, наверное, к соревнованиям классов свободных от курения, которые проходят у нас, да, здоровый образ жизни, да, а то ведь мы же чувствуем себя взрослым и хочется пойти покурить, скорее всего, да. Скажите, Фавст, а вот как вы к этому относитесь? Ну, у нас давно заведено в группе, что у нас каждый летчик в группе не имеет отношения к табаку никакого внимания. А было ли в вашей жизни, что вы курили? Ну, по молодости можно. Ну, было давным-давно, когда не было таких серьезных дел, задачи перейти. Во сколько лет бросили? Я бросил очень давно еще в школе. А, то есть. Там было один-два раза. Опять штука. Ну, поскольку этот вопрос относится ко всем, пожалуйста, как у вас с курением, когда что помните, как затянулись первый раз? В первом классе. В первом классе? То есть вы обережаете последний раз. Как у вас? Знаете? Если мы говорим про вредные привычки, они у меня тоже, конечно, были. Вот. Но я вам скажу, никакого удовольствия от них не получала. Гораздо есть более другие привычки, от которых и получаешь удовольствие, и полезно для здоровья. Поэтому рекомендую вам. Ясно, да? Особенно мальчики. Это мы сейчас и конъектовички. Нормальные мужские привычки. Режимар Девакон, как у вас с этим. Если сказать честно, то все баловались. Но лет 20 назад я это дело прекратил. Сейчас самое большое отвращение мне, я испытываю, когда от женщины, от девушки пахнет табаком. Честно. И мужикам это не нужно. Бросайте эту гадость. Спасибо большое. Самое лучшее – это личный пример. Да, я потом расскажу, как я начинал курить, он действительно интересен.